Всех приветствую! В данном видеоролике я расскажу вам, как качать файлы с торн-трекеров. Интернет – это свобода, где можно найти любую информацию, но с приходом коммерции в сеть, информация все чаще становится платной. Можно платить, а можно воровать, но это противозаконно. А можно меняться или делиться файлами на торн-трекерах. Проще говоря, вы включаете глобальный файл обмен, который не прекращается в течение суток. На трекере можно найти практически все, от книг до новых фильмов и музыки в хорошем качестве. Для использования этих удобств необходим клиент, который устанавливается пользователем на компьютер. Убеждение, что поставив эту программу, вы просто откроете доступ к своему компьютеру – это ошибочно. Клиент ничего не даст скачать без разрешения пользователя. После всех установок и настроек он будет зависеть только от ваших предпочтений, вкусов и скорости вашего интернета канала. Трекер – это всего лишь инструмент для общения и обмена. Самой популярной программой клиентам для скачивания файлов является U-Tornet, которую я сейчас скачаю с официального сайта данной программы. Программа представлена в двух вариантах – плат и бесплатном. Платный вариант – это для продвинутых пользователей. Для скачивания и раздачи файлов хватит бесплатной программы. Программа скачена, теперь ее надо установить на компьютер. Программа установлена. Далее я запущу данную программу. Если интерфейс программы будет на английском языке, то в опциях нужно будет установить нужный язык, в данном случае русский. Далее нужно будет перезагрузить программу. О подробных настройках программы я рассказывать не буду, так как они для продвинутых пользователей. Я лишь скажу, что предустановленных настроек данного раздела хватает для полноценного пользования программой. Далее, чтобы продолжить знакомство с программой, я перейду непосредственно на Torrent Tracker. Для поиска нужных торн-трекеров я использую данный сайт. Ссылка на него будет указана в описании к данному ролику. Здесь показаны лучшие торн-трекеры Рунета, по мнению данного сайта. Имен трекеров я в своем ролике называть не буду, во избежание ненужных ситуаций. Думаю, и так все будет понятно. Немного общей информации о трекерах. Трекер это сайт с регистрацией пользователей и каталогом ссылок торнетов, структурированным согласно содержимому файлов. В торнете хранится информация о файле, комментарии к нему и адрес для скачивания. На большинстве торнет-трекеров существует рейтинг участников. Рейтинг выше у тех, кто активно раздает файлы, и ниже у людей, которые только скачивают. Теперь перейдем непосредственно на торн-трекер. Данный трекер не требует регистрации. Любой человек, на него зашедший, может скачать любое количество и любой размер нужных ему файлов. Повторюсь, без регистрации. Также на нем можно зарегистрироваться и в раздачах оставлять комментарии. Без регистрации вы этого сделать не сможете. Также вы не сможете без регистрации создавать на данном сайте собственные раздачи. Итак, как качать стрекеров? Для начала нужно выбрать раздачу, которую хотите скачать. Сделать это можно, допустим, визуально, посмотрев, что на данный момент раздается. Также можно выбрать конкретно что-то нужное через строку поиска. Здесь у нас показаны участники раздачи. Зеленым цветом показаны сиды. Это люди, которые раздают файл, допустим, в данной раздаче. Красным цветом показаны пиры. Это люди, которые скачивают файл. Также они одновременно его могут и раздавать. Чем больше сидов, тем быстрее будет загрузка данного файла. Далее, для примера, как скачивать нужный файл стрекера, я возьму данную раздачу. Для этого нужно будет в нее зайти. Здесь у нас уже более подробная информация о нужном файле будет. Также здесь можно будет почитать комментарии к данной раздаче или написать свой комментарий. Также тут на выбор предлагаются два способа скачки файла из данной раздачи. Первый способ это при помощи торрент-файла. Второй способ это при помощи магнет-ссылки. Чтобы скачать файл из данной раздачи при помощи торрент-файла, нужно для начала скачать его на свой компьютер, как это сейчас делаю я, кликнув по нему и скачав при помощи загрузчика браузера на свой компьютер. Потом нужно будет перейти в место, куда он был скачан. Теперь при помощи этого торрент-файла можно в любое удобное время скачать нужный файл из раздачи. Далее, как скачивать при помощи магнет-ссылки. Нужно кликнуть по данной подкове. Откроется окно с приложением выбора приложения для скачки файла из данной раздачи. У нас уже отмечен U-Tornet. Если бы на моем компьютере стояла еще какая-нибудь программа для скачки с торрент-трекеров, то можно было бы выбрать, допустим, ее, а не U-Tornet. Также здесь можно запомнить выбор нужной программы, поставив здесь галочку. И в следующий раз уже при кликании по данной подкове данное окно открываться не будет, а откроется сразу нужная программа. Сейчас я здесь жму открыть ссылку в данном окне. И у нас уже открывается сама программа U-Tornet для скачки файлов. Здесь можно выбрать файлы, которые нужно скачать, если их несколько в раздаче. Здесь можно будет выбрать папку, куда будут сохраняться скаченные файлы. Сейчас я такую создам на рабочем столе. Теперь сюда будут сохраняться все скаченные мной файлы в сторону трекера. Сейчас для начала ее надо будет выбрать. Теперь нажав сюда, начнется скачка нужных мне файлов. Также можно скопировав ссылку с этой подковки при помощи меню Windows, как вот сейчас сделаю это я. Вот, копировать ссылку. Вставить ее уже в программе U-Tornet. В меню добавить торнет из URL. Вот она автоматически у нас вставилась. И также окно для скачки нужного файла открылось. Значит, не все торнет-трекеры предлагают два способа скачки на выбор. Как правило, они ограничиваются скачкой при помощи торнет-файла. Думаю, здесь все понятно. Теперь можно переходить в непосредственные скачки файла из данной раздачи при помощи скаченного ранее мной торнет-файла. Для этого нужно будет перейти в папку, куда я сохранил данный торнет-файл, кликнуть по нему. Откроется программа U-Tornet с окном предложения «Скачать данный файл». Папку, куда я уже буду скачивать файлы, у меня выбрана. Далее жмем «Ок» и начнется скачивание. Также данный файл можно открыть при помощи меню программы. При помощи «Добавить торнет» найти папку, куда мы его сохранили. Кликнуть по нему и также откроется окно с предложением «Скачать данный файл». Что я сейчас и сделаю, кликнув по кнопке «Ок». Далее, пока будет идти скачка нужного файла, я сделаю краткий обзор меню программы. Эта кнопка служит для добавления торнет-файла для скачки. Эта кнопка служит для добавления магнет-ссылки для скачки. С помощью этой кнопки можно сделать свою раздачу. Эта кнопка служит для остановки и удаления раздачи. Эта кнопка служит просто, только для установки скачки. Допустим, вот сейчас я остановил. С помощью этой кнопки ее можно будет запустить снова. Здесь у нас показана скачка нужного файла в реальном времени. То есть здесь показано в процентах, сколько уже скачено на компьютер. Здесь показано, с какой скоростью скачивается файл. Здесь показано, с какой скоростью идет отдача данного файла. Далее, кликнув по раздаче, можно открыть еще одно меню. Здесь можно также поставить скачку на паузу, остановить и снова запустить. Также тут есть полезный пункт, приоритет скорости. Здесь вы можете ограничить прием загрузки. То есть, освободив свой интернет-канал для других задач. Также вы здесь можете ограничить отдачу. Далее, здесь у нас показана техническая информация о скаченном файле. Особое внимание я здесь на ней заострять не буду, так как она интересна с точки зрения аналитики. Здесь показано, допустим, сколько времени прошло с момента начала скачки. Здесь показано, сколько примерно осталось. Также уже сколько загружено. Здесь, допустим, пиры. Здесь показаны участники данной раздачи. То есть, раздающие и качающие. Также тут, допустим, их IP, страна, из которой качают. После того, как файл был скачен, начнется раздача данного файла другим людям, которые сейчас его качают. Могу вам только посоветовать. Будьте добросовестными, пользователи торрент-трекеров. Сами скачали файл. Не уходите сразу с раздачи. Дайте данный файл скачать другим. Думаю, здесь все ясно с этим трекером и меню программы. Теперь перейдем на трекер, который требует обязательной регистрации и также поддержания своей репутации. Пример я буду приводить вот на данном трекере. Здесь я уже зарегистрирован. У меня здесь определенная репутация. Совет для всех, в принципе, этот совет будет касаться всех торрент-трекеров. Для начала, перед тем, как пользоваться трекером, найдите информационно-справочный раздел, где написаны правила, как пользоваться данным трекером. Здесь он находится, допустим, на форуме. Вот здесь правила проекта общей информации. В других трекерах данный раздел, возможно, будет находиться в других местах. Но он, в принципе, есть везде, на каждом трекере. Значит, незарегистрированный пользователь здесь не может качать. Сейчас я вам покажу пример. Вот, допустим, я сейчас незарегистрирован. Жму «Скачать раздачу». Мне предлагают зарегистрироваться. Значит, данный трекер предлагает только один вариант раздачи. Это при помощи торрент-файла. Нажав на данную ссылку, зарегистрированный пользователь, скачает на свой компьютер торрент-файл и потом же при помощи U-Torrent'а начнет скачку нужного файла. Значит, регистрация на данном сайте, она элементарная. Имя, логин, почта, на которую придет. Подтверждение, письмо с подтверждением регистрации на данном сайте. Пароль, страна, дата рождения, кто вы. Все просто. Я уже зарегистрировал. Я сейчас зайду на данный трекер. На что стоит обратить внимание на таких трекерах? Это репутация пользователя. Находится она в профиле пользователя. На разных трекерах везде по-разному данная информация показана. Но смысл, в принципе, везде один и тот же. Допустим, у меня рейтинг, мой рейтинг пользователя 1,79. Достаточно высокий рейтинг. Я скачал на данном трекере 2,5 терабайта файлов, а залил 4,5 терабайта файлов, почти в два раза больше. Также тут время, сколько я тут заливал и скачивал. И написано, мне доступно в сутки 20 скачек с данного сайта, данного трекера. То есть я могу скачать здесь 20 разных файлов. Для новичков трекеры, как правило, предоставляют небольшие бонусы. Допустим, этот трекер, по-моему, предоставляет 15 гигабайт. То есть скачав больше 15 гигабайт и взамен не отдав ничего, вы качать на данном трекере не сможете. Как повысить свой рейтинг? Есть несколько вариантов. Самый простой это участвовать в раздаче ранее скачанного файла, как, допустим, это делаю я сейчас. Я скачал эти файлы сначала. Сейчас я их раздаю. Здесь показана скорость, с которой идет раздача. Чем она будет выше, тем больше я смогу раздать. То есть понятно, что чем будет популярнее файл, тем больше людей его будет качать, тем выше будет скорость отдачи, и тем больше будет мой рейтинг в результате. Сложного в этом ничего нету. Допустим, я сейчас вот записываю видео и одновременно раздаю. То есть в любой момент можно запустить программу и начать раздачу, повышая свой рейтинг. Есть несколько условий. Файлы, которые вы раздаете, должны быть на компьютере. Также должны быть торнет-файлы на компьютере, при помощи которых вы скачали данные файлы. Иначе трекер данную раздачу не засчитает. Также есть вариант создания собственной раздачи. Я этим никогда не занимался. Рассказывать сейчас не буду, как это делать. В принципе, сложного там тоже ничего нету. В информационных разделах сайта можно найти, как делать раздачу, как создать свою раздачу. Есть некоторые торны-трекеры, на которых можно повысить рейтинг, купив его, неся определенную сумму на счет сайта. На этом я завершаю данный видеоролик. Хочу проанонсировать свое следующее видео. Оно будет посвящено обходу блокировки с заблокированных сайтов. Тема актуальна и для торны-трекеров, так как немалое их количество заблокировано. В заключении хочу сказать, возможно, я что-то забыл или вы что-то не поняли. Задавайте вопросы в комментариях к данному видеоролику. По возможности я на них отвечу. Все ссылки на дополнительные ресурсы, указанные в данном видеоролике, будут опубликованы в описании к данному видео. Также хотел посоветовать всем подписываться на мой канал. Там вы найдете не менее интересные обучающие видеоролики. А на этом всем спасибо и успехов!